Это пульс дня и мы продолжаем. Минздрав, а также Минобороны договорились с Файзером и Модерной о поставке дополнительных 200 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом президент Джо Байден заявил во время своего визита в штаб-квартиру Национального института здравоохранения. Она расположена в пригороде Вашингтона. Нет, я не знаю. Я сказал, что... С 331 миллиона уже получили хотя бы одну дозу вакцины против ковида, а 11,2 миллиона из них уже сделали вторую прививку. Власти штатов жалуются, спрос на вакцины превышает предложение. В Белом доме заявили, они используют закон об оборонном производстве. С помощью него планируется помочь Файзеру достичь поставленной цели. К процессу введения вакцинации администрация Байдена также привлекает армию. В минувшую субботу стало известно, что федеральный центр совместно с властями Техаса намерен построить целых три новых муниципальных центра по вакцинации. В Далласе, Арлингтоне и Хьюстоне. Прививочная кампания шагает полным ходом. Не имеет значения, какое количество комплектов вакцины есть в наличии. Если мы вводим все дозы, которые поступают, получается достичь максимальной скорости. Но важно, что у нас есть потенциал. Мы демонстрируем государству и нашему сообществу, что мы можем проводить все прививки, которые получаем. Власти США надеются, что поставки увеличатся после того, как вакцина Джонсон и Джонсон получат разрешение на экстренное использование от управления по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств. Что может произойти уже в этом месяце? FDA назначила заседание своего консультативного комитета по вакцинам на 26 февраля. В ходе этого заседания эксперты обсудят вакцину, и она может быть зарегистрирована уже на следующий день. Впрочем, ложку дегтя в эту бочку антипандемического меда добавил доктор Фаучи. 1.1.7 – это разновидность вируса, которая будет доминировать к концу марта. Вакцины, которые у нас есть, сейчас хорошо предотвращают другие штаммы. Но с южноафриканским есть некие проблемы. Он уменьшает способность вакцины побеждать организм, индуцировать антитела, которые бы убивали его. В Южной Африке эффективность прививок снизилась в среднем на 50%. Но сама по себе вакцинация помогала избегать тяжелых форм течения болезней. Ну и, собственно, к слову о южноафриканском штамме. У жителей столичного Вашингтона он выявлен. Об этом сообщил глава органов здравоохранения города Лакуандера Низбит. В Мэриленде и Вирджинии также сообщили о первых случаях инфицирования. Экс-президент Трамп перенес заболевание коронавирусом тяжелее, чем публично об этом сообщалось. Так утверждает газета New York Times. Здание ссылается на четыре неназванных источника, которые якобы знакомы с состоянием бывшего главы Белого дома. По их данным, в какой-то момент у Трампа был сильно понижен уровень кислорода в крови. Тогда якобы возникла проблема с легкими. В них обнаружили инфильтраты. Они появляются, когда орган воспаленный содержит такие вещества, как жидкость или бактерии. По данным газеты, до госпитализации прогноз на жизнь был настолько тревожным, что официальные лица считали, будто Трампу может внезапно потребоваться аппарат искусственной вентиляции легких. Как отмечает New York Times, экс-президент не хотел, чтобы его перевозили из Белого дома в национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида и согласился на госпитализацию лишь после того, как помощники сказали ему, в противном случае секретная служба будет вынуждена вынести первое лицо на руках, если ему станет хуже. Правительства более чем 80 стран использовали пандемию коронавируса для оправдания и ограничения свободы СМИ и мирных протестов. Об этом сообщается в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. Авторы проанализировали данные последнего года. В соответствии с договорами ООН, страны имеют право принимать меры по охране здоровья населения, реагировать на чрезвычайные ситуации. Однако эксперты Human Rights Watch выявили множество случаев, когда правительства игнорировали свои международные обязательства, в том числе в отношении доступа к информации. Организация призывает Совет по правам человека, Организация Объединенных Наций провести расследование. Вот цитата из отчета. Шокирует само количество правительств, которые приняли новые законы с расплывчатыми и двусмысленными формулировками, запрещающими распространение определенных типов информации. Конец цитаты. Так, в Китае власти оперативно начали задерживать и подвергать цензуре врачей, журналистов и активистов, которые первыми сообщили о вирусе. В прошлом месяце Пекин объявил, что провел расследование в отношении более 17 тысяч человек за распространение в интернете ложных новостей о пандемии. Опять-таки, еще раз, это данные Human Rights Watch. Ну, действительно, кстати, пандемия очень полезная стала и в политических целях. Мы видели, что в разных странах ее так или иначе используют. Вот, в частности, мы как-то в рамках эфира Пульса дня рассказывали о том, что в Польше очень большое движение гражданского общества было связано с тем, что местные жители не принимали закон об абортах, который запрещал женщинам аборт даже по медицинским показателям, когда было понятно, что ребенок родится с увечьями, когда плод неполноценный. Так вот, запретили даже его. И мы видели, что когда люди выходили на улицы Варшавы, Гданьска, в рот Слава Познани, перекрывали трамвайные рельсы, устраивали флэш-мобы. Действительно, это были десятки тысяч человек. Так вот, неожиданно действующая власть, которая законно проломбировала, на следующий день заявила, что все эти города переходят из зеленой зоны в красную, потому что на митингах все поперезаражались. Это только один из примеров. Анна Рубик, это польская модель, топ-модель или нет? Я сейчас... Да, польская топ-модель, Анна Рубик, она снялась на обложке глянца в достаточно провокационной позе и тоже выступила за отмену этого указа. Да, ну, в общем, пандемия коронавируса – это то, что не только эпидемиологического содержания, это еще и политического содержания явления. Ну, и в частности, мы знаем, что вот очень... Вот, пожалуйста, да, значит, CDC выпустила сегодня руководство по открытию школ в Соединенных Штатах Америки, о чем идет речь. Ну, опять-таки, как сообщается, администрация Байдена стремится выполнить обещание, данное президентом преступлений в должность, вернуть в американские классы учеников. И Центры по контролю профилактики заболеваний к этому соответствующим образом подготовились. И в течение первых 100 дней президентства Байдена эта программа должна быть реализована. Собственно, это данное агентство «Рейтерс». Ну, и, как видно, CDC предоставляет рекомендации, которые позволят значительно снижить, как полагает, опять-таки, распространение вируса в 130 тысячах начальных и средних школах. В том числе эти рекомендации касаются мытью рук, ношения масок тоже входит в перечень требований, которые будут изложены, соблюдение социальной дистанции, уборки помещений. Ну, и также ожидается, что в этом руководстве будут освещены вопросы вентиляции воздуха в классных комнатах, отслеживания контактов заразившихся учеников и сотрудников школ, а также протоколы ведения карантина. Ну, и напомню, что, действительно, закрытие школы, оно очень сильно отразилось на жителей США. На родителях. Да, родители начали сходить с ума, некоторые в переносном смысле вешатся, а некоторые, может, даже и в реальном смысле начинают пытаться накладывать на себя руки, ибо, действительно, особенно у кого много детей и люди не могут работать, все это дома как-то скапливается, атмосфера тяжелая. Но это уже больше психологические проблемы, да, мы говорим здесь? Конечно, нет, но это все вместе. Коронавирус создал огромное количество. У меня вот мысли по поводу новой вакцины, однокомпонентной, от компании Johnson & Johnson. Вот эта однокомпонентная вакцина, как мне кажется, она дешевле. Вот сейчас, если нам Байден пообещал к июлю всеобщую вакцинацию для того, чтобы выработался народный коллективный иммунитет, мы уже, жители Америки, задумываемся, какой бы вакциной привиться, Moderna, Pfizer или от компании Johnson & Johnson, потому что она вот с дня на день будет уже утверждена FDA. Это однокомпонентная вакцина, она дешевле, она, ее проще, нарастить проще производство этой вакцины. Ну и в технологическом плане тоже, в общем-то, особенных трудностей, я думаю, что производители не будут испытывать. Поэтому очень многие сейчас присматриваются к этой вакцине, делают какие-то выводы даже на основании тех же исследований. Она защищает от коронавируса всего лишь на 72%, в отличие от той же вакцины Pfizer, которая защищает на 98%. Поэтому сейчас люди, может быть, даже в неведении, благодаря методичкам, которые сейчас выпустило новое правительство, благодаря вот этим центрам, можно сказать, по просвещению населения по компании вакцинации, мы можем сделать правильный выбор и, конечно же, привиться. Да, действительно, прививка это не какое-нибудь там чипирование, как многие мракобесы считают, это вполне себе обычное нормальное явление в современной медицине. Мы пока переходим к следующей части пульса дня. Новые данные о похождениях боевых химиков, а также очередной суд над Алексеем Навальным. Обо всем об этом после короткой паузы. Субтитры создавал DimaTorzok